Дорогие братья и сёстры, я рад приветствовать вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Я очень благодарен вам за то, что вы в эти непростые и трудные времена продолжаете своё служение. Дорогие, будучи частым гостем на Украине и в России, я знаю, что ваши вечера смотрят там, любят их и хотят, чтобы они продолжались. Я знаю, что есть люди и в вашей среде, и в нашей среде, которые как бы говорят, что это уже не надо, потому что русский язык уже не так востребован, и это служение продолжать не надо. Хочу вас поблагодарить, что вы это служение делаете, что вы его несёте, и хочу вас попросить продолжать его нести. И, если с вашего разрешения, я немножко расскажу о себе. Я родился 68 лет назад в Северном Казахстане, куда Сталин выслал моих родителей среди немцев-переселенцев. Вырос я в семье неверующих родителей, и с самого раннего детства был подвержен господовщей идеологии. И до зрелых вполне совершенно лет я всех верующих считал людьми незлобивыми, безвредными, как бы не делающих зла. Но, как мы говорим сейчас про неверующие, сказал, безумец в сердце своём, что нет Бога, то мы, наоборот, считали всех верующих безумцами. Так как единственным способом и средством, как говорится, выбраться в люди или какого-то социального лифта в то время было образование, я в 14 лет уехал за 700 километров от своего дома и поступил в техникум. Последовательно, конечно, я был пионером, комсомольцем, коммунистом и атеистом. По окончании техникума я понял, что я настолько потерял берега, будучи без родительского надзора и подвержен, как сказать, влиянию улицы, что я понял, во мне что-то сказала мне, что брат Виктор, тебе надо эти берега на эти границы. И я принял решение пойти в армию, где бы я эти берега мог найти. Поступил в военное училище, потом продолжал службу в качестве офицера. Служба моя была довольно успешной. Я прослужил 20 лет и закончил службу в должности командира батальона в звании предполковника. Многие думают, что когда человек имеет какую-то власть и обречен какими-то полномочиями, то ему как бы хорошо. Я должен вам сказать, что это не так совсем. Чем ты выше поднимаешься по социальной лестнице, тем больше на тебя давит груст ответственности. Ты постоянно думаешь за что-то отвечать. И от тебя как бы подчиненные чего-то ждут. И твое начальство от тебя требует. Чем ты выше поднимаешься, тем давление увеличивается. И особенно тяжело, конечно, когда ты делаешь то, что ты не то, что ты хочешь или что тебе понравилось, а то, что ты должен, обязан делать в интересах службы. И места эмоциям там или желаниям сердца там нету. Есть нормативные документы, и я поставлю для того, чтобы это исполнялось. Если ты это не можешь, не хочешь и не в состоянии делать, то будь любезен, освободи место, на твое место придут другие люди, которые это будут делать. Когда мне было 26 лет, я встретил свою подругу и жену, и подругу сердца. И мы вступили в брак. У нас родилось двое сыновей. Служил 20 лет во времена перестройки. Было такое время, когда нас, военнослужащих, очень сильно притесняли. И говорили, что наша работа, она как бы не нужна, а что мы, офицеры, являемся как бы мучителем солдат, и от нас как бы происходит все безобразие в армии. И как бы созрело решение, что есть люди, которые знают и понимают, как это делать, а я как бы тоже могу делать то, что они делают. Писать статьи или заниматься бизнесом, или еще что. Они пусть попробуют делать то, что я делаю. И я уволился. В течение четырех лет после службы я занимался бизнесом. Вы знаете, люди по своему психотипу делятся на два типа. Есть охранители, есть хищники. Или как в народе, или в местах лишения свободы, их называют волки и собаки. Собаки охраняют, волки рвут. По своему психотипу я, конечно, был охранителем. И заниматься как бы бизнесом, а бизнес это всегда сопряжен с обманом, с мошенничеством, что-то. Ну невозможно было в то время честно делать бизнес. И все это тяжело вложилось на мое сердце. И когда через четыре года я переехал в Германию, в возрасте 42-х лет я себя чувствовал полностью стариком, морально уставшим и не хотевшим жить. И я думаю, что я свою главную задачу выполнил, потому что своих детей я перетащил сюда, где они могут сами выбирать свою будущность. Могут остаться здесь, могут вернуться в Россию, могут ехать в Аферик. То есть перед ними открыта свобода. И я был морально уставшим и, в общем-то, считал, что я свою жизненную задачу выполнил. Здесь раньше я жил как бы совершенно одна, и только местом, где меня встречало тепло и радость, это была только моя семья. А кругом было всегда какое-то враждебное окружение. И оно формировало характер. И когда я занимался бизнесом, я тоже как бы покрывался чешуей, и сердце становилось все более каменным. И людей я уже считал не как за людей, а как за средства в выполнении каких-то определенных задач. Вопросе я стоял, как их использовать, какую манипуляцию провести, чтобы они работали в нужном направлении. И это, конечно, очень сильно дает. Когда же приехал здесь, сюда, в Германию, то все мои родственники, которые приехали задолго раньше, чем мы, были практически все верующие. И попали совершенно в другую среду. Через некоторое время покаялась моя жена, чему я, конечно, был совсем не против, потому что я знал, что верующий жён – это хорошее жён. А потом я нашёл у своего сына книжку, слово «жиди» назывался. И так как я чувствовал, что взрослый питание своего сына, я несу непосредственную ответственность, я начал её читать. Это было Евангелие. Должен сказать, что я неоднократно пытался читать Евангелие и изучать его. Но когда я начинал всегда, было, что этот родил этого, тот родил этого, и мне как бы было непонятно, как мужчина мог от кого-то рожать, и я это закрывал. Но сейчас я начал читать, и я понял, что я всё это знаю. Всё то, что здесь вот написано, для меня знакомо. Только я его где-то в книгах находил, где-то в трудах каких-то философов, даже в Моральном кодексе строителей коммунизма были эти истины заложены. И мне стало понятно, что все эти истины украдены из Евангелия. Потом покаяли мы и два сына, и так как жена стала верующей, я часто сопровождал её на разного рода, на собрания, вечера, общения разного рода. Она шла на молитвенное собрание, я сидел в машине, и там у нас уже как бы образовалась какая-то такая компания таких мужей, как я, неверующих, которые там были. Но однажды мы поехали на какое-то собрание, это было какое-то вечернее служение, не знаю, в город Галь. И меня как-то каким-то образом жена уговорила зайти. Я зашёл, конечно, нехотя, и сидел вот так вот и слушал слово, и вдруг на меня, вернее, во мне зазвучал голос. Что ты здесь делаешь? Это не то место, где ты должен быть. Здесь собрались жалкие, ничтожные люди, они чужды тебе. Выйди немедленно отсюда. Я как бы воспротивился, я считал себя сильным мужчином, и я подумал, а как же так? Кто может ноя управлять? И подумал так вот, кто ещё потеплен? Упрость, я не выйду, я выдержу. Я мужчина и всё прочее. И вдруг я почувствовал, что как бы стены сдвигаются, и потолок начинает на меня наезжать. И какая-то сила не прошло и двух минут, как я уже стоял на улице. И я понял, что я зависим, что мной обладает какая-то сила. К нам приезжали верующие из других церквей, прямо дома. И я тоже отдал Господа Иисусу своё сердце. И я тоже хотел мира, я хотел покоя. Я хотел любви, как каждый человек. Этого не получил. Я, прошу прощения, я это получил. Я заключил завет с Господом Богом. Я думал, что теперь у меня всё будет хорошо. Я с Богом. Он меня любит, Он защищает, Он охраняет. И мне действительно было хорошо. Через полтора года, после моего покаяния и крещения, брат Вальдимар сказал мне, брат Виктор, не хочешь ли ты поехать на окраину и принять участие в тюремном служении? Я был очень обезворажен. Я подумал, ну, что я только-только, как говорится, дитя, что я могу? Хотел отказаться, но потом подумал, что чемоданы я носить могу, загружать, выгружать могу и могу машину водить. То есть в какой-то мере я могу быть полезен. И с тех пор, в течение почти 20 лет, я занимался этим служением. Мне было как бы хорошо, но наступил и момент моего крещения огнём. Через год погиб мой второй сын в автокатастрофе. Это было такое страдание и такой удар. я не мог понять, почему это было со мной. По справедливости я понимал, что я заслужил, да. Я много зла сделал в этой жизни, и это всё справедливо. Но я надеялся на ту милость Господню и на ту милосердие. Я только потом понял, что значит заключить завет. Наверное, раньше у меня была вера такая умозрительная. вера была такая, как немцы говорят, куб в кляугань. Я только потом смог понять, что означает, когда Авраам и Господь заключили завет, когда они сказали, всё твоё, моё, и всё моё, твоё. И когда Господь попросил у Авраама его самое дорогое, долгожданное, самое полученное чудо отдать, Авраам выполнил, то, что, будучи человеком ответственным, опытным, богобоязненным, послушным закону и обычаю, он понимал, что он должен это сделать. Но он сделал так же, будучи уверенным в том, что Бог силён всегда, Он настолько могуществен, что Он силён Его воскресить к жизни. И я начал думать о Господе, Боге, который Сына Своего дал. Конечно, я телесно не могу понять Господа. Я смогу где-то всё понять, только когда увижу лицом к лесу, так написано, пока я ограничен, но я могу где-то предположить, что настолько ему больно было сына своего отдать за меня. только тогда я понял, что это такое. Прошу меня просить. И это укрепило меня. И я начал понимать, что такое любовь, что такое милосердие, и что такое милость. милосердие – это то, что так часто не хватает в наших церквях. Я хочу сказать ещё немножко о нашем служении. Я хочу рассказать о работе Духа Святого. Здесь находится человек, который в группе братьев наших присутствовал при одном таком случае или действии Духа Святого. Мы проводили его организацию в колонии для малолетних, и там присутствовало около 300 человек. И когда мы говорили, проповедовали, когда призвали к покаянию, вышло примерно 30 молодых людей. Брат сказал, ребята, вы, наверное, не поняли, мы вас приглашаем к покаянию. И тогда строй дрогнул и ещё множество людей вышло. Каяния. Потом братья говорили, что это было или 60, или 70 человек, я не знаю, я не считал. Но я видел, воочию, действия Духа Святого. Я видел, я не хочу и не могу знать, что с ними потом было. Как сложилась их дальнейшая судьба. Мы это вообще не знаем, потому что это всё в Божьих руках. И люди приходят к Богу не пни, потому что мы там находимся, а потому что это действует Дух Святой. В 18-м году весной группа, я не называю фамилией, потому что вся слава принадлежит Господу, и пусть она у Него и остаётся. Мы только, как говорится, инструмент в Его руках. в городе Львове, в следственном изоляторе, на этаже, где находились женщины, мы ходили по камерам. И, зайдя где-то во вторую или третью камеру, мы говорили там слово свое ещё и призывали к покаянию. И я обратил внимание на одну женщину. Она стояла, когда мы зашли, они почему-то все встали, хотя могли сидеть. Но они встали. И эта женщина, она как бы была как бы на автомате, полностью отрешённая, лицо как каменное. и я чувствовал, что она даже не слушает, она просто присутствует. Когда мы уже, ну, закончили, и братья говорят, пойдёмте, нельзя задерживаться, другие ждут. Я к ней обратился и сказал, вы очень сильно озабочены, наверное, у вас что-то горе. а женщина, которая рядом стояла, говорит, у неё, говорит, онкология. Я говорю, онкология, это в основном от обиды. Наверное, вас сильно обидел кто-то. И она как стояла, у неё прямо вот так вот, ручьём слёзы полились. Я говорю, хотите, я за вас помолюсь? Она говорит, хочу. Я помолился за неё, а потом говорю, может, вы хотите покаяться? Она говорит, хочу. Она помолилась, и все женщины, которые были в этой камере, тоже покаялись. И потом мы прошли ещё три или четыре камеры, и ещё восемь женщин покаялись. Это было впервые в моей практике, я говорю, много было, но я видел, как могученство действует Дух Святой. В этом же восемнадцатом году осенью мы были опять в женскую, слово, как говорится, никто не воспринимал так сильно, покаяния не было. Мы перешли как бы к мужчинам, ну, там, мужчин всегда много сидят, а это тюремная больница. Там люди, которые, я сказал, в средственном изоляторе, да, в средственном изоляторе, территории следственного изолятора, находится тюремная больница, и там находятся люди, как правило, осенью приезжаем, это туберкулез, весной приезжаем, это раковые больницы. И заходим мы в одну камеру, одну из первых, три кровати, камера узкая, длинная, у окна лежит человек с черной бородой, лысый, желтый такой, знаете, когда человек смуглый, и он бледный, он такой желтый, ну, сразу это, мусульманин. Посереди лежит человек, ну, уже, как бы, который кончает счеты жизни. И у двери лежит такой молоденький паренек, как говорится, такой еще живой, и все это. Ну, мы, я не могу за все сказать, но я сразу себе сделал предположение, что нуждается в помощи этот человек, который уже очень сильно болен, и действительно, мы ему сказали слово, и он покаялся, мы встали на колени, помолились, и уже, как бы, начали уходить, потому что, ну, везде время, 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 время. И тут этот молодой человек улыбается и говорит, а я, говорит, вас знаю мне, радостный такой. Я говорю, откуда ты меня знаешь? Он говорит, а вы у нас, говорит, тридцатки были, и, говорит, слово говорили. Я говорю, да ты не беспокойся. Я говорю, мы с тобой еще увидимся. Он говорит, с чего вы, говорит, это взяли, почему вы так решили? Я говорю, знаешь, Господь уже мне к тебе, вот лично к тебе уже два раза посылал, а ты Господа не принимаешь. Я говорю, а Господь тебя же так не оставит, Он тебя любит, Он меня к тебе еще раз пошлет. И он, когда это услышал, он заплакал. Он не ждал, что его Господь любит и что ему персонально посылает людей. Он покаялся. И тогда этот человек, который мы считали мусульманин, стоит, говорит, да, богословит вас Господь и ваш труд. Я говорю, а вы не хотите покаяться? Он говорит, я, давно покаялся, я проповедник. вот, я, во-первых, я хочу, хочу сказать, что как мы, люди, ошибаемся, когда оцениваем людей и считаем, что этот такой, этот такой, что этот, и ожидаем, не надо ожидать, и не надо, как бы, думать, что что-то будет не так. И Господь все знает, и Господь все решает. И в тот день, вот, как мы пошли из 58 больных, которые там были, мужчин, покаялась, я с ними хочу сказать, или 13, или 14 человек. Вот, как мы пошли, так и пошли. Братья только не спевать. Это действует Дух Святой. И в 19-м году мне запретили посещать территорию Украины, потому что я бывший военный. Вот, у них вышел указ, что нельзя посещать. Да, в прошлом году был локдаун, и мы не смогли туда поехать, нам не разрешали выезд. И вы знаете, в конце 18-го года, когда вот такое было, мы с братом Йоганом Крайшиком сидели, а тебе, говорит, скоро на пенсию, я, говорит, уже на пенсию. Вот, сейчас выйдем, мы, говорит, начнем каждый квартал в 4-5 раз будем ездить, потому что будем свободны, будем Господу служить. А не получается. Нету возможности. Не мы определяем это. Потом хочу вам сказать, братья, не ждите, не откладывайте. Если есть возможность сделать, сделать, не думайте о том, что завтра, делайте сейчас, так, как должно, так, как хочет от вас Господь наш, Иисус Христос. А там Господь и смотрит. Ему отдайте решение ваше, но вы делайте так, как Он хочет. и я не знаю, время, которое мне брат отвел, уже вышло. Я бы хотел еще попросить пару минут, если это можно, если регламент не настолько строгий. Хочу сказать вам, что во втором послании Коринфянам в первой главе с речью Сихао написано, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Бог милосердия и Отец всякого утешения, дабы мы могли утешать этим утешением, которым Он нам дает всякого нуждающего в этом утешении. Слово любовь, оно всегда имеет милосердие. всегда имеет утешение. Величайший привет, пример тому я. Я хочу сказать, что если бы мне когда-то кто-то сказал, что я стану верующим, стану ходить на собрания, что буду славить Иисуса Христа, я бы просто не поверил никогда. Я бы в лицо рассмеялся этому человеку. но слава Господу у меня были две верующие бабушки, которые молились за меня. И я часто задумывался над тем, почему все-таки я пришел к Господу. И понял, что непрестанно молитва моих бабушек привела к моему спасению. Пусть поздно, пусть, как говорится, обстоятельства, которые уже моя душа затерцвела и закаменел. Но это произошло. Господь пришел ради таких больных, как я, не ради здоровых. Я был тяжело больной. Он меня исцелил. И я вам хочу коротко еще рассказать, что в первом, вернее, в послании Каласяна, в первой главе написано, что Господь нам даровал. Он призвал нас к наследию святых во свете. Мы все я назван Господом святым и призван свет. Он избавил меня от царства тьмы, от власти тьмы и ввел в чудное царство свое. Это написано, я это верю, что я там. Он искупил меня кровью своей. это написано. И он дал мне прощение грехов. И написано в этой же главе, что нам надо делать. Первое написано, познавать волю Христа. В чем заключается воля? я я часто спрашиваю своих единоверцев и в чем заключается и чего хочет Господь? Многие не знают. А Он хочет исполнять волю Отца Своего. Он говорит, всякого, от кого даст мне Отец, ко мне придет. И приходящего не сгоню вон. Второе, Он хочет, чтобы мы все спаслись. Второе, Он хочет, чтобы через познание воли познавшего, через познание воли Иисуса Христа, мы познавали Господа Бога. Я уже говорил, что нам тяжело. Мы ограничены. Мы существа, которые обладают определенными границами. И вместить все мы не можем. Но в то, что нам должно, мы должны употреблять через Иисуса Христа, смотря на Него, мы должны познавать Господа нашего Иисуса, Господа Бога Отца. И третье, познавая волю, познавая Бога, мы должны укрепляться всякой силой по действию державной воли. Что это за сила? Это любовь. Любовь Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, я хочу благословить вас всех, пожелать вам, не думайте, что быть христианином это получить покой, мир, радость в сердце, жить спокойно и хорошо, в свое удовольствие. Нет? Быть христианином это надо взять свой крест и идти и выполнять волю. А все остальное приложится, и мир, и радость, и покой. Господь не оставит вас. Мы под Его защитой, мы под Его руководством, но делайте, пожалуйста, то, что Он от нас хочет. Ему честь, слава, хвала и благодарение. Аминь. Субтитры 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 Субтитры